Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Грузинские рабочие при помощи забастовки добились повышения оплаты труда. Водители и кондукторы в городе Семей в Казахстане приостановили работу. В Грузии, в Аджарии, под руководством китайской компании-подрядчика, строится тоннель через перевал Рикоти. 15 июня строительство тоннеля было приостановлено. Лидер нового профсоюза железнодорожников Виталий Георгадзе назвал условия труда невыносимыми. Строители постоянно меняют места работы и зачастую компания забывает устроить на новом месте гигиенические условия для работников. А государственная инспекция не интересуется условиями труда рабочих. 17 июня строители тоннеля возобновили работу. В результате забастовки китайская компания согласилась на повышение заработной платы и улучшение условий труда. После забастовки ежемесячная зарплата сотрудников была увеличена на 150 лари, около 50 долларов США в месяц. Информация с сайта «Кавказский узел». Майк в Грузии был богат на забастовки. Красная радиофонда рабочей академии рассказывала о борьбе сотрудников заводов Боржоне, которые на 9-й день забастовки добились повышения зарплаты и улучшения условий труда. В эфире звучали новости о забастовках на заводе на Беглаве, у Камула Фазургети, а также курьеров Глову. В ходе приостановок работы рабочие приобретают бесценный опыт, учатся организовываться и быть хозяевами своей судьбы. Пора оставить мечты о добром капиталисте. Собственники средств производства заботятся только о своих кошельках, а никак не о благосостоянии и всестороннем развитии рабочих. Через забастовки рабочие на своем опыте убеждаются в противоположности их интересов и интересов капиталистов и приходят к пониманию, что могут и должны сами управлять средствами производства. 16 июня в Казахстане, в городе Семей, бывшей Семипалатинск, водители и кондукторы не вышли на линию. Они требуют перечисления пенсионных взносов и выделения субсидий. Водители работают на товарищество с ограниченной ответственностью Семей Бас. Задолженность предприятия по налогам более 500 миллионов тенге или 90 миллионов рублей, а по пенсионным выплатам более 100 миллионов тенге 20 миллионов рублей. Водители требуют немедленного решения вопроса и встречи с Акимом города. В прошлом году, в августе, водители Семей Бас провели забастовку в день рождения Абая Кунанбаева, поэта и просветителя казахского народа, который жил в Семее в конце 19 века. В тот же день на предприятии был создан профсоюз. Причин недовольства у водителей много. Это и низкая зарплата, и невыплата пенсионных отчислений, и плохие условия труда, когда водителям приходилось работать по 14-16 часов, а отдыхать всего по 4-5 часов. После этой августовской забастовки несколько водителей уволили. Сотрудники Семей Бас вышли на акцию протеста 15 декабря. Профсоюз также ведет судебную тяжбу против предприятия. Информация с сайта бюро.кз, Ратл.кз, Алтай.ньюз.кз и Нью.таймс.кз. Казахские рабочие в последнее время все активнее поднимаются на борьбу. Забастовки проходят на различных производствах, включая строительство и горнообогатительную отрасль. Трудовой кодекс Казахстана похож на российский, что открывает трудящимся дорогу к легальной борьбе за свои интересы. Однако власти в Казахстане применяют законодательство более жестко, чем их российские коллеги. Профсоюзных лидеров часто привлекают к суду. Забастовки объявляют незаконными по формальным основаниям. Так казахские капиталисты ставят припоны рабочим. Но без борьбы не бывает побед. Трудящиеся в Казахстане закаляются в борьбе и подают пример всем трудящимся бывшего Советского Союза. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры. Субтитры создавал DimaTorzok